В марте 2000 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике погиб капитан милиции Валерий Иванович Шкурный. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северокавказском регионе, указом президента Российской Федерации Валерию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Вы знаете, он любил футбол, постоянно играл в футбол. Они даже стали чемпионами по второй группе лиги, как раньше было, я уже не помню, чемпионами области. Они стали командой, их восход была команда. Именно поэтому товарищи Валерия Шкурного решили, что лучшей памятью для друга и сослуживца будет организация ежегодного футбольного турнира его имени. 4 июля 2001 года я учредил этот турнир. Конечно, посоветовался, как говорил, с руководством отдела милиции, с боевыми друзьями его. Они все были за. С самого начала футбольный турнир получил статус международного, потому что непременными участниками футбольных баталий стали игроки из Белоруссии. Мы все знаем, что пока человека помнят, он продолжает жить. Участникам хочется пожелать успеха, удачи, красивой игры, командного духа, побольше красивых голов. В этом году за главный приз боролись 4 команды. Динамо МВД, Горгас Клинцы, Колос и Фаст, представлявшие Гомельскую область. По итогам турнира лучшим стал гомельский футбольный клуб Фаст. Второе место досталось также гостям из Белоруссии, команде Гомельского района, Колос. Замкнули тройку призеров коллеги Валерия Шкурного из команды Динамо. Алексей Есипенко, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События Клинцы. Продолжение следует...